Сталкер День Чернобыля можно считать культовым творением. Игра выдалась действительно прорывной для игровой индустрии на территории СНГ. Имеющая проблемный движок, игра всё равно полюбилась миллионам геймеров по всему миру, так как других подобных шутеров от первого лица с элементами RPG тогда ещё не было. Сталкер в своё время составлял конкуренцию такой игре как Fallout и вполне заслуженно. Произведение студии GST Game World приковывает своим миром, интересным, необычным и очень атмосферным. Думаю, многие полюбили Сталкер за количество эпичных сражений. Разработчики явно в курсе, каким должен быть экшен. По такому поводу я подготовил топ-5 битв в игре Сталкер День Чернобыля. Итак, пятое место занимает сражение за депо на свалке. По наводке одного Сталкера, группа Серова может обладать ценной информацией о местоположении Стрелка. Всем, кто меня слышит, мы атакованы группой бандитов. Нужна помощь! Оказавшись на свалке, получаем запрос о помощи от Серова, так как его группа не в силах сдержать напор. Бандиты устроили настоящую осаду ангара. Успеваем прийти на помощь Сталкерам. Успешно выбиваем бандитов из депо. После чего разговариваем с Серым. И узнаем о том, что тайник Стрелка находится на агропроме. Четвертое место занимает битва за Припять. В самом начале локации Меченый встречает группу сталкеров, готовящихся прорываться через мертвый город, в котором обосновались фанатики и мутанты. После того, как выжигатель мозгов был отключен, большое количество группировок решили воспользоваться случаем и отправиться за богатствами к центру зоны. Присоединившись к группе, мы попадаем в засаду Монолита. Из окон и крыш, когда-то жилых зданий, монолитовцы начинают поливать огнем сталкеров. По пути к ЧАЭС нас ожидает еще много преград, но это сражение мне запомнилось по сей день. На третьем месте разместилась битва за агропром. По наводке серого мы отправляемся к группе крота. Сражение дополняет эпичная катсцена. Группа крота была атакована военными. Видимо, их не устроило соседство со сталкерами на одной локации. После спасения крота, военные снова штурмуют базу. Или же мы даем им отпор и отбиваем столь удобное укрытие для сталкеров. Выручил ты меня! Скоро здесь будет спецназ! Итак, мы спасли крота, вывели его из базы, захваченной военными. И крот показывает нам, где стрелок обосновал свой тайник. А тем временем на подмогу военным прилетает еще один вертолет с отрядом спецназа. На втором месте находится битва за базу Свободы. Как только попадаем на военные склады, мы видим, как из засады долг расстреливает патрульный отряд Свободы. Долговец по имени Череп просит нас о помощи. Нужно убрать снайпера с вышки для безопасного подхода к стенам базы. Действуем по плану! Вперед! Уничтожить врага! Выполнив задание, долговцы взрывают стену и с нашей помощью вырезают всю популяцию свободовцев на базе. Этот квест можно не выполнять, если вы сторонник группировки Свободы. Но данное сражение стоит того. Тем более, после победы вы сможете заглянуть в склад со снаряжением свободовцев. Масштабная стычка между вечно враждующими группировками. Долг против Свободы. И, наконец, первое место моего топа. Штурм ЧАЭС. Вокруг трупы военных, монолитовцев, разрушенная техника. Повсюду творится полный трэш. Военные разносят монолит из вертолетов и БТРов. Вертолеты терпят крушение из-за попадания в аномалии. Сталкеры и другие группировки в погоне за исполнителем желаний, клондайками артефактов и разгадкой тайны зоны дошли так далеко. Только самые отчаянные осмелятся пойти туда. ЧАЭС это сущий ад. Монолит палит военных из ГАУС-пушек. Прибывают новые отряды военных. По моему мнению, самое масштабное и эпичное сражение в игре Сталкер. Надеюсь вам понравилось данное видео. Вы можете поделиться своими впечатлениями под видео в комментариях. Или же поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Всем пока. Удачной охоты, сталкер. Субтитры создавал DimaTorzok